Бегут мои экс-коллеги в маске-шоу. Интересно, кого они захватывают. Оказалось, меня. Я бывший сотрудник Следственного комитета. Дал слабину и отступился. Заупотребление полным очагом. Я был посредником в получении взятки. У меня на воле осталась супруга, трое детей. Сколько вы не виделись? Почти 8 месяцев. У меня такое чувство, что меня наказали, как будто они Ивана. И вот этот камень, он стоит в груди, просто вот внутри. Эту дорогу осужденные в шутку называют проспект свободы. Именно по ней они возвращаются домой к своим родными и близкими. Каждый из них хочет вступить на эту дорогу как можно раньше. Мы находимся в исправительной колонии номер 13. Здесь отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Коротков Иван Сергеевич. Я осужден по статье 291, прим. 1, части 3. Я был посредником в получении взятки. До 2022 я работал в органах внутренних дел. В 2022 году я уволился. Ко мне обратились. Я знал, что я совершаю незаконные действия. Я воспользовался своими старыми связями. Я занимался предпринимательской деятельностью. То есть у меня как бы все шикарно в жизни было. На тот момент я даже не понимал о том, что я творю. То есть попросили меня мои знакомые. Попросили, говорят, ты передай. Я пришел, мне говорят, ты принес. Я говорю, принес. Все, отдал. А какая сумма была? Десять тысяч рублей. Десять тысяч рублей. Непосредственно незаконное обналичивание денежных средств. То есть я выступил в качестве юриста у одного из так называемого дропа. То есть человек, который не являлся директором организации. Просто номинал. Номинальное лицо. И потом выступили посредником в передаче взятки. Да, да. После чего я выступил посредником. А вот в глазах обывателя наверняка появится вопрос. Зачем для бывших сотрудников отдельное исправительное учреждение? Ведь их и так по стране достаточное количество. Ну, колонии для бывших сотрудников, я считаю, должны быть. То есть все равно люди служили в силовых структурах, в правоохранительных органах. То есть у них какой-то свой опыт жизненный, свой уровень образования. Люди, привыкшие к распорядку дня, к режиму определенному, к течению жизни. Нет такой зараженности криминальной наряду с рядовыми гражданами. Ну и мне в голову еще приходит такой момент, что одно дело, когда общаешься с жуликами, преступниками и так далее, а здесь же могут быть боевые офицеры. Да, совершенно правильно. Здесь люди с различным опытом и участием в боевых действиях, и активной борьбы, так скажем, с преступным миром. Общение с данными лицами совсем на другом уровне, чем с бытовыми, рядовыми преступными элементами. Родился я в городе Красноярске. На протяжении, наверное, 16 лет я занимался борьбой. Имел неплохие спортивные результаты. Учился в школе милиции в Сибирском юридическом институте. И в уголовном розыске был, и в группе исполнения административного законодательства был. В 2016-м я попал в отдел экономической безопасности, потом перешел в главное управление экономической безопасности. И оттуда уже уволился. Совершая данное преступление, я воспользуюсь своими связями в этом отделе. За период службы было много поощрений у меня. Я как бы был достаточно хорошим сотрудником. У меня есть медали, большие медали. Для МВД это значимые медали. Медаль за доблесть, непосредственно за раскрытие преступления. То есть резонансного преступления, ну, не буду говорить, какого. Клуб учреждения ПКУИК-13. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, концерты. Осужденные свободны от работы, учебы, время. Могут, так сказать, реализоваться творчески. Так скажем, творческая составляющая. В настоящий момент наблюдаем репетицию группы вокального ансамбля. ПЕСНЯ Меня зовут Руслан. Как долго ты здесь находишься? Я здесь нахожусь конкретно в этом месте с февраля этого года. 21 февраля, если более точно. Сколько еще здесь остается находиться? До 29 января 28 года. Я сотрудник, бывший сотрудник Следственного комитета. Следственный отдел, старший следователь. В звании лейтенант юстиции. Тяжкие, особо тяжкие дела. То есть нет какой-то определенной категорийности. То есть это любые тяжкие, либо особо тяжкие, связанные с преступлением против личности, половой свободы, экономики. А можешь рассказать, как получилось, что здесь оказалось? Да глупо на самом деле. Очень глупо. То есть все преступления, они совершаются по глупости, по какой-то слабости, которую ты показываешь, мимолетной. Поэтому просто дал слабину. Не справился с нагрузкой, дал слабину и отступился. Взятки? Нет. Зоупотребление полным очами. Фальсификация, если быть более точным. Я по приговору, у меня условный срок. Но прокурор оспорил. В апелляции мне дали реальное решение свободы. Но к этому нельзя морально приготовиться. Понятное дело, что готовился и я, и родные готовились. Но к этому никогда наступает этот момент. У тебя все рушится. Вся твоя подготовка, она рушится. К этому нельзя быть готовым. Со временем все равно привыкаешь к любой обстановке, так или иначе. Но благодаря вот как раз таки музыке, то, что занимаемся чем в нерабочее время, это еще больше как бы приблизило адаптацию. Это, знаете, это камень в душе. Вот камень такой внутри. Вот когда, вы знаете, на каруселях с американских горок ты едешь, вот этот захватывает. И вот этот камень, он стоит в груди, просто вот внутри. Ты стоишь и вот с тревогой. Когда-то ты отвлекаешься, да. То есть есть время, когда ты, я не знаю, на работе, допустим. Ты немножко, хоп, все, вошел в работу. Все, ты на работе. Ты только приходишь с работы, все, у тебя опять. В исправительной колонии номер 13 существует 8 видов производства. Один из которых – это цех по производству мебели. Корпусная мебель у нас, как обычно, такого бюджетного сегмента. Как правило, это муниципальные школы, больницы. На сегодняшний день мы охватываем полностью российский рынок по комплектованию мебели. В первую очередь, в первую очередь, конечно же, это трудоустройство осужденных. Осужденные работают на станках с числовым программным управлением. В этом участке работает 48 осужденных. У нас две смены организованы. Интересный участок тем, что приходит материал в виде ЛДСП. Вот такой вот материал приходит. Дальше идет раскрой по станкам с числовым программным управлением. Они связаны в локальную сеть, и в конечном результате готовое изделие упаковывают уже в упаковках. Готово на отгрузку. Попав на данную территорию, я попал в карантинное, ну, простыми словами будем говорить, карантинное отделение. Вот. Вместе с осужденными, с разных городов. Изучал правила внутреннего распорядка исправительной колонии. Вы сейчас отчитываетесь, как будто по уставу. Хочется побольше ваших эмоций услышать. Первый шаг был шокирующий. Первый шаг был шокирующий, потому что я начал только тогда осознавать о том, что вот мне придется оторваться от своей семьи. У меня на воле осталась супруга, трое детей. Мы с вами находимся в карантинном отделении данного учреждения. Сюда осужденные попадают, размещаются первоначально. Здесь проходят необходимые медицинские обследования. Также представители различных отделов и служб учреждения проводят занятия с осужденными. Чтобы понять психологический портрет человека. Да, психологический портрет. Также разъясняется порядок и условия отбывания наказания в учреждении. То есть знакомиться с правилами внутреннего распорядка. То есть задача сотрудников администрации учреждения в целом разъяснить осужденному, что нужно делать в период отбывания наказания. Познакомить его, чтобы осужденный адаптировался в данной среде. Чтобы не было никаких конфликтных ситуаций в период отбывания наказания. У меня срок 3 года 9 месяцев. Это было где-то 15 февраля, вот примерно вот так. Мы вместе с супругой выходим из дома. должны были ехать за товаром. Я говорю, ты съезди за товаром, мне надо в прокуратуру меня вызвали. Вот. И возле прокуратуры я смотрю, бегут мои экс-коллеги в костюмах, в маске-шоу. Вот. И все. И я... Мне сначала интересно. Думаю, интересно, кого они захватывают. Оказалось, меня. Ты перечел на есть что-нибудь? У меня все пересохло в горле. У меня, не знаю, сердцебиение так участилось. Я не понимал, что происходит. А у нас такой период был, что задерживали очень много сотрудников. Ну вот, как-то у нас такое, в нашем регионе было такое. Повально задерживали. Вот. И тут же и меня задерживают. И я не понимал, по какой причине. Вот. И, конечно, это сердцебиение участилось. Ты сидишь там в темном капюшоне и не понимаешь, что тебя куда-то везут. Ты что-то натворил, но ты не знаешь, что. Весь судебный процесс, как бы, судья, она непосредственно позиционировала о том, что не будет действительного срока. То есть все были удивлены. То есть мы, как бы, и не ожидали этого. А у вас внутри что было? Ну все удивлены просто. Если они в зале удивлены, у них там одно настроение. А вы-то там находитесь. То есть вы же понимаете, что здесь все... Да, у меня все. У меня просто вот все. Ко мне подошли судебные приставы, одели наручники. Все, конвой меня увел. Проиграй просто, да? Ослепи весь белый свет, красным листопадом упади. Сейчас праздничным листом календаря. Пустили мне путь. Пустили мне путь, помаши мне вслед. Привет, прости, прощай, привет. В основном мы все, кто участвуем здесь в самодеятельности, все из памяти практически. Где-то музыку кто-то вспомнит, кто-то играл в детстве на гитаре или там на ударной установке. Просто из головы, что ребята в голове сейчас, какая музыка играет. И наигрываем, наигрываем, наигрываем. Оп, поймали, допустим, песню, как говорится, за хвост. Давайте. И мы ее двигаем, двигаем, двигаем. Спокойно вспоминаем какие-то, где в какой тональности она играется, какие аккорды. Прости, прощай, привет. Прости, прощай, привет. Я попробовал. Сотрудники администрации абсолютно никаких препятствий здесь. Пожалуйста, без проблем. Хочешь читать, читай. Хочешь петь, пей. Пой. Я к тому, что есть такая поговорка, у певцов не умеешь петь, не пей. Это шутка. А где служили? В МВД. 16 лет службы в МВД. Какая должность? Последняя должность участкового полномочия. Звание майор полиции. Понятно. Стретью расскажите. 286, часть 3 пункта. Это превышение должностных полномочий, повлекшиеся последствия телесных повреждений. На протяжении длительного времени я не мог связаться со своей супругой. Письма я писал в следственных изоляторах, в которых я находился. Не было возможности позвонить. Первый разговор. Больше тяжесть в плане того, что супруге надо выговориться. И она мне просто, вот, как ей тяжело рассказывает. Наказали не меня. Наказали больше моих родных. Конечно, сама вина, она до сих пор внутри. Она до сих пор внутри. Я очень виноват перед детьми. У меня трое ребятишек, трое пацанов. Основное поведение, да, вот, у них было хорошее только со мной. Потому что папа контролировал папу, они слушались. То есть мне, я говорю, вот, у меня когда вот первый звонок был, это у меня вот первый выплеск, наверное, было, это не то, что вот, как ты там, как-то. А не слушается тот, не слушается тот, 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 говорит. Вот, и мне пришлось, я говорю, вот, то есть у меня ежедневные звонки, да, я стараюсь ежедневно звонить и каждого отчитывать. Каждого отчитывать так, чтобы семья – это главное. Вот, семья у нас кулачок. Папа выбыл, кулачок теперь не кулачок. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся. Почему вы находитесь перед решеткой, а я за ней? Мы находимся в психологической лаборатории ФКУ ИК-13. Здесь осуществляется психологическое сопровождение осужденных. Весь период отбывания наказания их непосредственно в нашем учреждении. Они сюда приходят с целью проведения психологических мероприятий. Я правильно понимаю, что когда человек попадает в неволю, у него психологическая нагрузка как бы возрастает? Во-первых, он отрывается от дома. Во-вторых, у него наверняка тяжесть совершенного преступления. Есть про эту историю, да? Конечно, на многих оказывает огромное влияние. Во-первых, потеря свободы. Во-вторых, отрыв от семьи, от близких людей. Вот непосредственно с этим, наверное, мы чаще всего сталкиваемся и работаем. Конечно, когда ты видишь своих детей, а еще понимаешь о том, что ты натворил, о том, что вот, что, как же тяжело твоей супруге, да? И ты понимаешь о том, что вот твои друзья, которые говорили о том, что все, мы тебе поможем, ты не переживай, не за семью, ничего. А она рассказывает иное, говорит, некого даже помощи попросить. И, конечно, это такое, когда я первый раз увидел, у меня там тоже в голосе тряска. Что такое? Да, это видео плохое. На самом деле тяжело было говорить. То есть тяжело было говорить, потому что... Как ощущения-то перед встречей с женой? Волнительно, волнительно. Сколько вы не виделись? Почти 8 месяцев. Даже, даже, даже побольше, но... Да, одна приехала. Субтитры сделал DimaTorzok И так переживание, еще камер. Такой нетный день. У меня такое чувство, что меня наказали, как будто Аня Ивановна. Самое трудное вообще испытание в жизни, в моей, по крайней мере, потому что без плеча мужского остаться, особенно, когда еще грудной ребенок и старшие сыновья, мужской дисциплины и помощи и финансовой, и физической, конечно, очень не хватает. Я помню день, когда началось все это, вот, и он пропал на три дня без связи. Это впервые было, что... Я не понимала, что происходит. Вот, просто ждала в таком подвешенном состоянии. Я тогда кормила грудью, еще было прям... Ну, нелегко, но я, конечно, рассчитывала на лучший исход. Но когда я узнала, что уже придется ему отбывать наказание, не знаю, тут что опустошение, полностью отчаяние, состояние отчаяния, депрессия, и очень сложно. Доставляешь себя жить только ради детей, вот, драться, надеяться на лучшее, потому что без веры не получается, без надежды. Ладно, спасибо, мы еще не будем, конечно. Маленький. Маленький стал, да? Главный герой. Маленький. Маленький. Продолжение следует...